Теперь переносимся мы с вами на Украину. Украинские силовики убивают вопреки договоренностям. В Луганской республике сообщили о гибели сотрудника народной милиции в результате обстрела. По данным Луганска, силовики вели огонь со стороны села Старый Айдар по району села Раёвка из автоматических танковых гранатомётов и стрелкового оружия. Кроме того, за минувшие сутки киевские силовики два раза открывали огонь по району села Лагвиново и села Калиновка. А в ДНР минувшим вечером под удар попало село Саханка Новоазовского района. В 7 вечера украинские войска выпустили по нему 26 мин калибром 82 мм. Силовики также использовали гранатомёты и стрелковое оружие. Огонь вели с позиций в районе села Широкина. Как сообщили в Донецке, под удар попал и город Докучаевск. Чтобы зафиксировать факты нарушения режима тишины, туда сегодня должны прибыть представители мониторинговой миссии ОБСЕ. ОБСЕ не намерены идти на поводу у Киева. Международные эксперты будут действовать в прежнем формате, без оружия. Об этом заявил генсек ОБСЕ Ламберт Заньер. Так он ответил на очередной призыв президента Украины ввести в зону конфликта вооружённые полицейские силы. Я пришёл к заключению, что невооружённые наблюдатели более эффективны. Нужно держать в уме, что любая полицейская операция будет размещена в зонах, где повстанцы серьёзно вооружены. Если представители миссии появятся с оружием, это будет проблема для них. Зато ОБСЕ планирует дополнительно направить на Украину ещё 100 наблюдателей, заявил Заньер. Таким образом, в стране будут работать уже 800 экспертов ОБСЕ. Большую часть пополнения Заньер хотел бы отправить в район линии соприкосновения, если там не будет слишком опасно. Добавлю, что даже содержание нынешней, сравнительно небольшой миссии ОБСЕ на Украине обходится в солидную сумму, около 100 миллионов евро в год. Судя мы всю эту ситуацию, на прямую связь с нами выходит военный обозреватель Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Вот у меня какой вопрос. Позиция Заньера – это просто экономия денег или понимание, что ситуацию Косово всё-таки не получится повторить в случае с ДНР и ЛНР? Я думаю, что это очень чёртое понимание того, что Европа пытается втянуть как третьего участника конфликта на стороне Украины. Потому что очевидно, что все последние полтора года Украина изо всей силы пытается интернационализировать этот конфликт. Она регулярно заявляет о том, что готова привлечь в качестве неких военных разделительных сил и НАТО, и ОБСЕ, и кого угодно. То есть для Украины важно в этом случае получить какого-то мощного союзника, под прикрытием которого она может продолжать то, чем она занимается. И, соответственно, в этом случае сейчас разоружённые наблюдатели, они в этом случае лишают Украину права действовать под этим зонтиком. Собственно говоря, вот это понимание и останавливает европейцев. Ну, знаете, наши корреспонденты, которые работают как раз в ЛНР и ДНР, они всё время говорят о том, что вот с украинской стороны были факты нарушения перемирия. ОБСЕ их фиксирует. Фиксирует и больше ничего не происходит. Ну, к сожалению, это формат Минских соглашений. Понимать, что мы всё-таки действуем не просто, как Бог на душу положит, а есть очень чётко прописанный формат. И в рамках Минских соглашений европейцы являются наблюдателями этой миссии. Киев хотел бы, например, видимо, чтобы они были вооружёнными. В этом случае можно было бы, к примеру, обобстрелять этих наблюдателей, свалить это всё на ЛНР, ДНР. И очень скоро такой конфликт бы очень начал быстро перерастать уже в международный конфликт с участием таких сил, как, например, опять же, это было в Косово, особенно на первом этапе. И, соответственно, в этом случае, конечно, тот формат, который сейчас есть, он очень несовершенен. Наблюдатели не выезжают ночами, наблюдатели не выезжают туда, где ведётся обстрел, они только прибывают после таких обстрелов. Но, в принципе, вот эта вот набираемая информация, она, конечно, в какой-то степени, ну, если не совсем отрезляет европейцев, потому что здесь не надо иметь иллюзий. Европейцы прекрасно понимают весь раскат силы, кто в этом виноват и кто в этом заинтересован. Но, по крайней мере, оно лишает европейцев такой, как бы, решительности в поддержке Украины. Вот смотрите, Заньер, кстати, признал прогресс становления местных властей ЛНР и ДНР. Он назвал это чертами замороженного конфликта. А как вы оцениваете перспективы в этой области? Ну, вот, в принципе, такая мягкая европейская формировка. Для меня совершенно очевидно, что, конечно, Минские соглашения соблюдаются. Несмотря на большое количество нарушений, обстрелов, они все-таки не перерастают в какие-либо масштабные боевые действия. То есть не применяется тяжелая артиллерия, не применяются танки, не применяются... То есть не происходит никаких наступлений, прорывов границ и всего того, что мы видели, весь этот ужас, который мы наблюдали на протяжении 2014-2015 годов. Для европейцев сейчас Минские соглашения являются одними из базовых вообще в европейской современной истории. Дело в том, что это первые соглашения, которые европейцы смогли заключить без участия США. Заметьте, США никак не входят в эти соглашения. Для европейцев эти соглашения являются в какой-то степени стратегическими, потому что они подчеркивают самостоятельность европейской политики. Да если бы они еще выполнялись, понимаете? И че это то, что они в общем выполняются. Вот еще раз говорю, если с военной точки зрения обсуждать, анализировать, я в этом случае все-таки базируюсь даже на данных наших наблюдателей, наши ведь военные там тоже есть. И в этом случае очевидно, что крупномасштабных боевых действий нет. Идет, наверное, текущий конфликт. Перспективы у него, они, конечно, совершенно не ясны. Но вы задали вопрос о государственности и о будущем. Совершенно очевидно, что Донецкая и Луганская республики, они сформировались как абсолютно автономные субъекты, эти республики уже едва ли смогут как-нибудь вписаться в эту украинскую действительность. У этих республик своя финансовая система, свои вооруженные силы, своя экономика, пока еще скромная, но она уже прирастает. Там наведен, в принципе, порядок, там нет бандитизма. И, в общем, это действительно совершенно уже другая реальность. Да, вам спасибо, если бы Киев только еще тоже обратил на это внимание, на то, что вы говорите. Это был военный обозреватель Владислав Шурыгин. Спасибо.